23 февраля по традиции прошло чествование самых мужественных и сильных людей, тех, кто несет нелегкую службу в далеких частях, гарнизонах и на флоте. В Русском театре завершило свою работу торжественное собрание общественности Якутии. Глава региона Егор Борисов поздравил якутян от имени руководства республики с Днем Защитника Отечества. Сегодня День Защитника Отечества. Я хочу поблагодарить, прежде всего, ветеранов войны и тыла за беспримерный подвиг, который вы совершили в годы Великой Отечественной войны. Хочу поблагодарить ветеранов боевых действий, которые счастливо выполнили свой воинский долг в горячих точках. Хочу поблагодарить всех действующих военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов за мужество и отвагу, которую вы проявляете во время несения службы в мирное время. Также сегодня благодарю всех неравнодушных людей, которые просто беззаредно любят свою страну, наш родной северный край, доказывая это каждодневным трудом во имя благополучия и процветания России и Якутии. Многовековая летопись российского государства показывает, что наш народ многократно переживал тяжелые времена, но всякий раз находил в себе силы, мужество, патриотизм, чтобы преодолевая решение подняться и выйти победителем. Так было и так будет всегда. С праздником вас, дорогие земляки! В этот год великого юбилея, конечно же, мы должны в первую очередь окружить заботой и вниманием каждого из участников Великой Отечественной войны, которые живут в нашем городе. И сегодня к каждому ветерану прикреплено отдельное шефское предприятие, которое не только в празднике, но и постоянно оказывает помощь ветеранам. Очень много мероприятий у нас посвящено увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны, так, за студенческими стройотрядами, за молодежью закреплены ряд улиц, которые носят имена героев Советского Союза, и они должны заниматься их благоустройством. Во всех пригородах нашего города идут работы по благоустройству мемориалов. И, конечно же, одним из главных мероприятий Года Победы будет строительство мемориального комплекса солдат Уимады, который будет посвящен памяти всех солдат, которые были призваны на войну с территории нынешнего городского округа города Якутск. И на этом мемориальном комплексе после окончания работы наших историков, архивистов, будут высечены в граните имена всех солдат, которые были призваны. Это порядка 18 тысяч человек. И вот в преддверии юбилея Победы стартовала эстафета 27 января, в день полного освобождения города Ленинграда от немецко-фашистской блокады. Знамя Победы было передано Сайсарскому округу, и уже оттуда прошло по всем округам и управам нашего города. Состоялись многочисленные встречи с фронтовиками, концерты, выставки, посвященные Великой Отечественной войне. И сегодня, 23 февраля, в День защитника Отечества, мы дали старт уже республиканской эстафете. Знамя Победы передано Хангаласскому улусу. Оттуда дальше оно уже пойдет по всем районам нашей республики. И 9 мая, ко Дню Великой Победы, вернется сюда, в город Якутск. Сегодня у нас проводится праздник, День защитника Отечества. Вступили мы на финишную прямую при подготовке 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня мы в лице главы республики было вручено 7 наград, 7 медалей юбилейных ветеранам. Всего будет награжденных 265 человек, которые будем постепенно вручать. И награды будут вручены до 9 мая. Ну и соответственно 9 мая у нас на нашей площади Победы республики состоится парад.